Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И зимой, и летом самарцы построили всесезонную теплицу в центре города. Николай Меркушкин возглавил группу «Сильное влияние» рейтинга глав регионов. Таковы итоги июньского исследования Агентства политических и экономических коммуникаций, в результате которого глава Самарской области поднялся на два пункта вверх. Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 25 экспертов, политологи, политтехнологи, медиа-эксперты-журналисты. В другом июньском рейтинге положительную динамику продемонстрировала Самарская область. Она укрепила позиции в исследовании устойчивости регионов. Опубликованным фондом «Петербургская политика» среди позитивных событий, повлиявших на это, эксперты особо выделили рабочую встречу президента Владимира Путина и губернатора Николая Меркушкина. Еще одним важным событием стало подписание главой региона соглашения о сотрудничестве с НК «Роснефть». Компания выделит 460 миллионов рублей на реализацию социальных проектов. Общественный контроль и жесткие требования. Качество. В Самаре началась проверка отремонтированных дорог. Уже полностью завершены работы на 20 участках. Улица Потапова хоть и небольшая, но очень важная для города. Ее отремонтировали большими картами. Теперь этот километр между Московским шоссе и Новосадовой водители будут проезжать с комфортом. Олег Зверев тоже прогулялся по новому асфальту. Дорога небольшая, но важная для города. Улица Потапова одна из тех, что называют поперечными. То есть те, которые связывают две основные параллели. Московское шоссе и Новосадовую. Именно поэтому водители чаще всего выбирают этот путь. И впервые за многие годы. Проехать здесь можно с комфортом. Алла Беляева возглавляет ТОС в Октябрьском районе 11 лет. По ее словам, все эти годы жители обращались во все инстанции, чтобы улицу Потапова привели в порядок. Лишь только в этом году здесь появилась техника. Ремонт большими картами свыше 100 погонных метров провели в рекордные сроки. И контроль за работой дорожников со стороны общественности был практически круглосуточный. Дорога, вот сколько я здесь ходила, и Нин Григорьевна по своей работе ходили, дорога давно требовала ремонта. Но вот сейчас я смотрю качество дороги. Вообще-то асфальт хорошо положили. Говорят, что хорошо было бы еще и бордюрный камень переложить, но это потом. В этом году нужно успеть отремонтировать как можно больше самого покрытия. На этом участке задача выполнена. Я наблюдал этот ремонт, я практически ездил, когда его делали. Я говорю, здесь каждый день езжу. Здесь были очень большие ямы рытвенные. Я видел, как снимался слой, как делалось под основой, и потом клался асфальт. Улица Потапова – это всего лишь тысячи метров, но в целом по городу работы идут на сотнях километров. 20 дорог уже сделано. Всего же в порядок приведут 73 улицы. Это не считая Московского шоссе и Новосадовой. Каждый объект контролируется на всех стадиях проведения работ, причем под пристальным вниманием общественности. И этот год – только начало. Городские власти уже строят планы о 2017-й. Мы на следующий год такие же амбициозные планы подтверждаем. С губернатором находимся в очень тесном контакте. Есть понимание, что в следующем году объем финансирования будет не меньше. По крайней мере, 60 улиц. Они точно есть уже в плане. Будем добиваться того, чтобы количество улиц увеличилось. И они были связаны не только с предстоящим чемпионатом мира 2018 года. Самарцы заслужили жить в хороших, качественных условиях. И на этом пути мы достаточно уверенно движемся. Планируется и сохранить темпы ремонта. Столь масштабных работ в городе еще никогда не проводилось. Что же касается улицы Потапова, ее благоустройство продолжится. Подрядчику поручено привести в порядок тротуары, убрать пыль и сорную растительность. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Реалити-шоу «Капремонт». На сайте регионального фонда стартовал эксперимент. На нем появилась страничка Самарского дома номер 3 по улице Полевой. Его сейчас приводят в порядок. Теперь все желающие могут в режиме онлайн проследить, как идет перекладка труб, замена проводки и сколько на это тратит денег. Мариана Мирная тоже этим поинтересовалась. Юрий Типечин показывает новенькие батареи. Теперь в доме будет и тепло, и красиво. Рабочие, говорит мужчина, все сделали быстро, не оставили ни грязи, ни пыли. Но еще свежи воспоминания о том, что здесь было раньше. Цугунная старая. Батареи там, стояки тоже старенькие. Когда снимали, видно, ржавчины там все. Сколько лет уже? Ой-ой, больше полвека. Отслужили они свое. Теперь новенькое все. Как ведутся работы на доме номер три на полевой, жители могут наблюдать практически в режиме онлайн. Самара, передовик, инноватор. На сайте фонда капитального ремонта в реальном времени выкладывается информация о ходе работ. Такого формата нет еще ни в одном городе России. Вот они идут по порядку, что делается в подвале, на чердаке. Меняется проводка, меняется коммуникация. Все расходы, все написано, смета вся эта. То есть вся информация полностью по этому дому. Значит, для чего это нужно? Для того, чтобы любой житель, который интересуется этими процессами, посмотрел, действительно это происходит. Или просто говорит об этом фонд капитального ремонта, или какие-то государственные служащие. В рамках капитального ремонта этой пятиэтажки заменили стояки, батареи и электропроводку. Закончить подрядчики обещают к октябрю. Сроки затягиваются из-за того, что не удается попасть во все квартиры. С жителями наладить контакт получается не всегда, хотя подрядчики работают им же во благо. Ведь если поменять стояки не на всех этажах, то может возникнуть аварийная ситуация. С жильцами договариваться очень сложно. Процентов 80 жителей категорически против ремонтов, потому что у них там обои, имущество. Это ужас какой-то. Приходится договариваться, вызываем фонд, нам помогает очень сильно, нам помогает область, администрация очень часто приезжает, помогает к нам. ЖЭО помогает. Договариваемся как-то. Но не всегда получается. На этот год капитальный ремонт запланирован больше, чем в полутора тысячах домов. Сейчас в работе 493. И это не только замена инженерных сетей. Это и перекладка крыши, установка окон и ремонт фасадов. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Страшная трагедия на Волге. Напротив пристани Осипенко в среду вечером столкнулись катер и рейсовый восход. Трагедия унесла две жизни. Девушка-пассажирка скончала сразу. Пожилой мужчина – водитель катера позже в больнице. Что стало причиной аварии, выясняется. Наши корреспонденты восстановили ход событий. Трагедия случилась примерно в 6 часов вечера. Все произошло буквально в считанные минуты. В 700 метрах от берега столкнулись судно на подводных крыльях восход и маломерный катер. Последний почти сразу ушел под воду. Очевидцы трагедии рассказывают. Помощь подоспела сразу. Подскочили ребята на лодках, достали кого-то и привезли на берег. Это очень редкий случай. Все удивлены, как так вообще мог бы произойти. Тем более человек, который на самом деле был за рулем, он лет 20-30 ездит на лодках. Он живет на той стороне. Еще удивительно, как вообще все это могло случиться. Молодая девушка-пассажирка катера погибла на месте ЧП. Воеводитель, мужчина пенсионного возраста, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где и скончался. В данном месте пересечение судового хода запрещено. Водитель нарушил. Дежурили на нашем пляжу наше подразделение. На пляжу вторую очередь зеленая роща подразделения. Услышав звук столкновения, вышли оба подразделения. Тем самым удалось поймать обоих пострадавших. Лодка, разумеется, утонула прямо тут же. Ну вот так вот. После чего передали сотрудникам скорой помощи. По предварительным данным, частный катер двигался с одного берега Волги на другой. При этом восход подавал звуковые сигналы. Что стало причиной столкновения, сейчас выясняется. Опрашиваются очевидцы, устанавливается траектория движения судов. Изучается вся судовая документация. По результатам проверки будет принято процессальное решение. Спасатели говорят, такие катастрофы происходят крайне редко. А тем более в черте города. Марина Красова, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Дети в Самарской области стали чаще болеть менингитом. С начала лета этот диагноз в вирусной и гнойной форме поставили почти 50 маленьких пациентов. Есть случаи заболевания и в детских лагерях. Оттуда в Самарскую инфекционную больницу попали три ребенка, у которых менингит подтвердился. Страдают в основном дети с пониженным иммунитетом. Врачи отмечают все зоны заболевания, которые активизируются с приходом жары. Солнце, воздух и вода, по мнению главного врача Самарской городской инфекционной больницы номер 5, Сергея Китайчика, хороши только в меру. Купание не больше 10-15 минут. Не допускать обгорания. Все это встряска для детской иммунной системы. Правила элементарные и простые. Первое, это не переохлаждать ребенка во время купания. Второе, это не перегревать ребенка во время нахождения на отдыхе. Дети должны соблюдать режим пребывания на солнце. С мигалкой в роддом. Самарские дорожные инспекторы экстренно доставили начавшую рожать женщину в больницу. Всего за полчаса они смогли преодолеть расстояние от мехзавода до улицы Полевой. И успели как раз вовремя. Новорожденного самарца и его счастливых родителей поздравила Марина Матвейшина. Почти 4 килограмма счастья. Новорожденный Рафаэль стал настоящим подарком папе ко дню 80-летия ГАИ. Инспектор Ренат Шарахуддинов и его супруга Лилия в третий раз стали родителями. Надеются, малыша ждет большое будущее. Не успел он родиться, как уже попал в историю, которую еще долго будут пересказывать родственники. Я девушка рискованная, просто ждала. В принципе, два дня оставалась до родов. Но я рискнула ехать в Икею. Прикупить для малыша. Ну, в общем-то, как я и ожидала, начались у меня схватки. Поехала я домой. Но почувствовала, что все-таки не дает, потому что пробка была от Икеи, с вами до больницы далеко. И позвонила мужу. Я бегал по дому, думал, как быть, как быть. И звонил каждые пять минут и ей туда-сюда. И, то есть, советовался, что делать, узнавал, какие пробки, где. Ну, вот так получилось, что она доехала до поста и довезли на патрульную машину. От мехзавода до 20-го отделения роддома Пироговки полицейские довезли роженицу за полчаса. И мальчик появился на свет под присмотром врачей. Это не единственный случай. Вот на моей памяти уже у нас было, ну, только на моей памяти два раза, когда обычные женщины останавливались около поста АГАИ, обращали к сотрудникам госавтоинспекции за помощью. И они, естественно, с радостью им помогали и никогда не отказывали. И если в служебной инструкции нет такого пункта «Доставка женщин в роддом», сотрудники ГАИ говорят, помочь никогда не откажутся. Забота о безопасности людей – это и есть их работа. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Теперь коротко о других темах дня. С космодрома Байконур успешно стартовал корабль новой серии «Союз-МС». Транспортный пилотируемый корабль оснащен усовершенствованной системой и управления движением и навигацией, а также модернизированной системой стыковки и внутреннего перехода. На международную станцию отправился интернациональный экипаж – россиянин, японец и американка. Тоннель на 18-м километре Московского шоссе могут открыть 1 сентября. Этот участок был закрыт 5 июля. Сейчас завершается строительство северной и южной рамповых частей. С северной стороны начали монтировать свод тоннеля. В конце июля будет залита первая его секция. По информации генподрядчика, дорожные работы здесь будут вестись минимум 3 месяца. Самарцы могут выбрать вариант благоустройства зеленой зоны напротив входа в загородный парк. Региональное министерство транспорта предлагает горожанам принять участие в голосовании. Среди вариантов – альпийская горка, декоративный мостик, свадебное дерево. В Самаре школьника госпитализировали во время сдачи ЕГЭ. Юноше стало плохо. Бригада скорой помощи доставила выпускника в одну из больниц города. После проверки прокуратура Кировского района Самара внесла представление об устранении нарушений в учебном заведении. Самарцы смогут купить железнодорожные билеты в Москву за 60 дней до поездки. Для удобства пассажиров Куйбышевская железная дорога увеличила сроки предварительной продажи билетов. Ранее проездной талон по востребованному маршруту «Самара-Москва» можно было приобрести только за 45 дней. Променять престижную, но нелюбимую работу на собственный бизнес. Двое молодых самарцев в центре города построили всесезонную теплицу по уникальной технологии. Сейчас в ней 57 кустов клубники. Главный принцип – никакой химии, только натуральный продукт. Садоводы-бизнесмены ставят перед собой амбициозные цели – увеличить плантацию до 500 кустов. В тонкостях садоводства теперь разбирается и Валерия Макарова. Гаражный комплекс в центре Самары. За воротами одного из них Иван Калмыков и Семен Романов занимаются редкой для России технологией – гроу-боксинг. Ребята выращивают клубнику в закрытом грунте. Такой метод позволяет собирать урожай круглый год. И при этом никаких химикатов и ускорителей роста, только натуральные удобрения и любовь. Ради этого Иван полгода назад бросил работу в крупной нефтяной компании. Теперь, говорит, даже по утрам просыпаться радостнее. В один прекрасный момент я понял, что как-то я не так живу. Надо пожить и для себя, и заняться любимым делом, свое удовольствие. Думал, думал, тут настала весна. Поехал в деревню к родителям в огород, поработал там. Красота. Скоро зацветут 57 кустов клубники. Электроника поддерживает температуру, идеальную для растений, чуть выше 25 градусов. Все оборудование – дело рук Семена. По образованию он радиотехник. В его руках обычный бельевой шкаф за 10 дней превратился в бокс с настоящей климатической системой. Разработали устройство вот это вот, которое следит полностью за климатикой. То есть не просто там отдельно за температурой или влажностью, а вообще свет, климат, полив и так далее. То есть он еще может управлять автополивом, но у нас здесь просто не реализовано, потому что это тестовый бокс. Чтобы заменить этот бокс на оборудование посерьезнее и увеличить плантацию клубники до 500 кустов, ребята собирают средства на краудфандинговой платформе в интернете. Спонсором может стать каждый. Среди вознаграждений – варенье и несколько килограммов клубники. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. 55 участников молодежного форума «Иволга-2016» получили гранты на реализацию инновационных проектов. Итоги масштабного мероприятия подвели на пресс-конференции. За время проведения форума на Мустряковской поляне побывали более 3,5 тысяч человек, работали 9 смен. Большой урожай грантов собрали самарские инноваторы. Поддержку получили такие проекты, как создание Лиги американского футбола, разработка медиасферы для людей с ограниченными возможностями здоровья, блага, добра и наследие Самары, предусматривающие съемку видеороликов о памятных местах города. Однако деньги призового фонда израсходны не все. У других участников еще есть возможность доработать свои проекты и тоже получить гранты. В этом году был призовой фонд установлен в размере 14 миллионов рублей, но объективности надо сказать, что он не был выбран весь. То есть на федеральной смене инноваций и технического творчества планировалось разыграть 5 миллионов рублей. В итоге Федеральное агентство подъема молодежи поддержало непосредственно в фестивальной поляне грантами на сумму 2 миллиона 900 тысяч рублей. Оставшийся грантовый фонд будет разыгран после доработки ребятами проектов. Курс на открытость, прозрачность и легитимность взяли на предстоящих выборах федеральный и региональный парламент. А сейчас в областную избирательную комиссию уже поступили данные о трех самоводвиженцах и о кандидатах от шести политических партий. Об этом рассказал председатель обл. избиркома Вадим Михеев. Кроме того, он поделился первыми результатами визита в Самару членов ЦИК России. Они встретились с сотрудниками обл. сберкома, территориальных комиссий, представителями политических партий и общественниками. Напомнили о тренде по расширению партийного представительства в избирательных комиссиях. Это направлено на уменьшение количества чиновников в местных комиссиях и увеличение числа партийцев. Речь идет прежде всего об открытости этой введении системы видеонаблюдения и дополнительного общественного контроля за выборами. Это, конечно, уменьшение административного ресурса в плане формирования территориальных участковых избирательных комиссий. В Самару прибыл Волжский арт-экспресс. Открылась передвижная выставка, посвященная культуре калмыкского народа. Уникальная живопись, буддийские сюжеты, яркие краски. Оттуда, где переплетаются искусство и история. Репортаж Алины Чемерес. Такое искусство мало где встретишь. Картины, написанные на свитках. Калмыки – единственный народ в Европе, который исповедует буддизм. И раньше в такой технике мастера изображали только буддистские божества. Писать свое имя на работе было нельзя, и поэтому об авторе напоминал только отпечаток ладошки с обратной стороны. На этом полотне Аюка Хан – один из первых ханов калмыкского народа с тех пор, как калмыки перекочевали на территорию Российской империи. Два раза встречался с Петром I, получил от него в награду саблю. Калмыки осуществляли защиту южных рубежей России от всевозможных захватчиков. Участвовали практически во всех войнах, которые вело российское правительство, в том числе и в войне со шведами, и в войне с Наполеоном. И калмыцкая конница одной из первых вошла в город Париж. Украшения, картины, различные панно на выставке. Всего около трехсот работ. Любимые сюжеты калмыков – история народа. Здесь очень много ярких красок. Особенно преобладают желтые и красные оттенки, цвета степей и солнца. Также много необычных работ. Вот, например, шахматы. Калмыцкие, мусульманские, восточные. Все это ручная работа, вырезанная из кости. Талант мастеров проявляется во всех жанрах. Неожиданно, конечно. И буйство красок, и техники интересные. Все-то здорово, прям сразу такое впечатление. Еще даже вот мы пять минут походили, и там очень нравится. Нужно походить, посмотреть. Не знали вообще ничего об этой выставке, но вот зашли и увидели, что это скорее что-то загадочное. Такое неопределенное. Несомненно, интересно. Несомненно, уже по первым картинам посмотреть есть что. Разный стиль, разные направления. Думаю, да, будет интересно разным людям. Выставка, рассказывающая о культуре калмыцкого народа, уже побывала в 10 городах России. В Привозском федеральном округе Самара стала первой. В галерее новое пространство выставка пробудет до 23 июля. Затем отправится в Казань, Ульяновск и домой в Элисту. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. И еще одна выставка, на этот раз посвященная грядущему мундиале, открылась в Самаре. В экспозиции представлены книги о спортсменах, фотографии городов-организаторов и проект будущего стадиона. После трехнедельного пребывания в областной научной библиотеке выставка отправится гастролировать по регионам. На открытие побывала Мариана Мирная. Как будет выглядеть Самара-арена волнует каждого футбольного болельщика, не исключение и ветерана спорта. Бывший игрок команды «Крылья Советов» Валериан Панфилов с интересом рассматривает фотографии на выставке в ожидании большого футбола. Ветеран вспоминает славные времена, когда российский футбол имел успех и верит, что самарские мальчишки смогут снова пробиться к вершине. Некоторых еще спрашивают, где бы вы хотели играть, они сразу начинают говорить в Челси, в Манчестер Юнайтед, а как будто у нас нет. Вот первая задача – попасть в «Крылья Советов» заиграть на уровне РФПЛ, и тебя, конечно, заметят, и там, если ты действительно что-то из себя представляешь, там уже можно думать будет, куда-то поехать за границу. Кроме общеобразовательной и познавательной функции, выставка в ожидании большого футбола направлена на развитие внутреннего туризма. Через три недели экспозиция отправится в путешествие по городам и весям Самарской области. Всего по предварительным подсчетам организаторов проекта ее должны увидеть больше трех тысяч человек. Сегодня на территории 11 регионов, включая Самарскую, конечно, область, подчеркну, данные выставки открылись. Это позволит хотя бы чуть-чуть увеличить то количество въездного туристического потока, которое мы бы получили, не открывая данную выставку. К октябрю коллекция фотоснимков увеличится до 240 работ. Остальные города-организаторы чемпионата мира дополняют Самарскую выставку кадрами своих достопримечательностей. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Международный легкоатлетический марафон выиграли тольяттинские спортсмены. Гимнасты завоевали серебро на Кубке России. Самарские паралимпийцы взяли шесть медалей на чемпионате России по легкой атлетике. Самарские паралимпийцы завоевали шесть медалей в Чебоксарах на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Николь Радамакина в прыжках в длину заняла первое место. Вероника Доронина стала четырехкратной чемпионкой, победив на гоночных колясках на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров. Валерия Фомина в толкании ядра завоевала бронзовую медаль. У самарских атлетов есть все шансы попасть на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Состав национальной сборной утвердят в конце июля. Андрей Маколов из Тольятти и Валентин Стариков из Сызрани заняли второе место на Кубке России по спортивной гимнастике. Атлеты выступали в составе сборной по Волжье. Волжане отстали от обладателей Кубка страны сибиряков на два очка и обогнали бронзовых медалистов-спортсменов из Москвы на один балл. Международный легкоатлетический марафон в Санкт-Петербурге «Белой ночью» выиграли тольяттинские спортсмены. Юрий Чичун 42 километра и 195 метров преодолел за 2 часа 20 минут и 28 секунд. В споре за первое место он обогнал участник Олимпийских игр одного из лучших российских марафонцев Алексея Риункова из Москвы. Среди женщин быстрее всех оказалась Надежда Лещинская. Ее результат 2 часа 40 минут. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok